Шестой класс, двадцатая серия. Остатки. Числа чётные делятся на 2 без остатка. Или, говорят ещё, остаток равен нулю. Нечётные числа при делении на 2 дают остаток 1. Итак, при делении на 2 два возможных остатка. Это 0 или 1. При делении на 3, 3 возможных остатка. 0, если делится нацело, 1 или 2. Это формула числа, которая дает при делении на 3 остаток 1. А это при делении на 3 остаток 2. При делении на 4, 4 возможных остатка. 0, когда делится нацело, 1, 2 или 3. Причём, обратите внимание, остаток меньше делителя. Если делим на 4, то 4 возможных остатка, причём остаток меньше, чем 4. Вот это формула числа, которая при делении на 4 даёт остаток 3. Числа, например, а и b, которые имеют одинаковые остатки, при делении на одно и то же число m, называются сравнимыми по модулю m. Вот это знак сравнения по модулю. Итак, числа при делении на одно и то же число дают одинаковые остатки. Давайте рассмотрим примеры. Числа 6 и 11. При делении на 5 дают один и тот же остаток. Остаток равен 1 и здесь 1. Значит, это числа, сравнимые по модулю 5. А вот числа 3 и 23, сравнимые по модулю 10. Потому что при делении на 10 здесь остаток 3, и здесь тоже остаток 3. 7 и 0, сравнимые по модулю 7. Делится на 7, 0 делится на 7, без остатка. 15 и 0, сравнимые по модулю 5. Делится на 5, делится на 5, 0 делится на 5, без остатка. Первая задача. Найдите остаток от деления суммы на 5. Вот первая слагаемая, вот вторая слагаемая. Мы не будем находить значение суммы, а потом делить на 5. Мы будем рассуждать таким образом. Первая слагаемая оканчивается на 6. Вторая слагаемая оканчивается на 7. Значение суммы будет оканчиваться, значит, мы складываем 6 и 7. Значение суммы будет оканчиваться на 3. На 5 делятся те числа, которые оканчиваются на 0 или на 5. Если число оканчивается на 3, значит, при делении на 5 остаток будет равен 3. Значит, в этой задаче ответ 3. Вторая задача. 8 карасей тяжелее 5 лещей, но легче 3 окуней. Что тяжелее, 4 карася или 2 леща? Обратите, пожалуйста, внимание на вопрос задачи. Надо сравнить 4 карася и 2 леща. Про окуней в вопросе задачи речь не идет. То есть вот это условие в задаче избыточное. То есть мы его не будем никаким образом использовать. Итак, давайте вес одного карася обозначим за х. Значит, 8 карасей – это 8х. А вес одного леща за у. Значит, 5у. Итак, 8х больше, чем 5у. Так, надо выяснить 4 карася. Сравнить 4 карася. Значит, давайте разделим на 2. Здесь было 8. 4 в 2 раза меньше. Значит, здесь будет 2,5у. А 2,5 – это меньше, чем 4. Так, теперь вопрос задачи читаем. Что тяжелее, 4 карася или 2 леща? 2 леща меньше, чем 2,5 леща. Значит, 4 карася тяжелее, чем 2 леща. Ну, потому что 2 меньше, чем 2,5. Так, и третья задача. Одну из сторон прямоугольника уменьшили на 20%. Насколько процентов надо увеличить другую сторону, чтобы площадь не изменилась? Ну, допустим, стороны прямоугольника были А и В. Допустим, одну из сторон, ну, например, сторону А, уменьшили на 20%. Значит, эта сторона станет у нас вот такой уже. 0,8 уменьшение на 20% умножить на А. За х мы обозначим коэффициент, стоящий перед В. И нам надо найти значение х, чтобы ответить на вопрос задачи. Мы не знаем пока, насколько надо увеличить другую сторону. Но в условии сказано, площадь не изменилась. Значит, произведение А на В должно быть равно вот этому произведению. Так, поскольку А и В – это стороны прямоугольника, они принимают значение, отличное от нуля. Мы можем разделить обе части равенства сначала на А, потом на В. А теперь мы можем найти значение х. Единицу нужно разделить на 0,8. Значит, получится значение х равен 1,25. Значит, другую сторону прямоугольника надо увеличить на 25%. Потому что 1,25 – это как раз увеличение на 25%. Ответ – надо увеличить на 25%. ПОДПИСМЕНТОГО НА ИНОСТРАННОГО 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 НА ИНОСТ